Айсултан, я сегодня у вас прочитала такое сенсационное заявление. Вы написали, что ваша мама держит деда на крючке, потому что он ваш отец. Да. А можно какие-то подробности узнать? Ну, это прямые, так сказать. Я сам об этом узнал недавно, что он мой отец, оказывается. А кто вам об этом рассказал? Об этом я вам не могу сказать. Папа для меня все равно, что это Шарахат, он меня воспитал и научил, и подготовил к этой жизни. После того, как вы узнали об этом, какие вы испытали чувства? Я сначала долго не верил. Я долго не верил, не верил. Ну, это, ну, как шок, я думал, что прикалываются, что ли. Какие, ну, на самом деле, такие, оказывается, в жизни вещи могут быть. И номер два, что я хотел сказать. Сейчас, на самом деле, мать со мной тоже. Я говорю, к сожалению, ватсап весь матери принадлежит. Вот и связь такая. Айсултан, где вы сейчас находитесь? Я нахожусь, я сейчас нахожусь, как в полиции, прячусь. В общем, жду связи с своим дедом, потому что с матерью уже, она слишком неадекватна. Она в заложники брала меня против, получается, деда. И точно так же делает и с моим сыном Султаном. А ваша семья сейчас где находится? Сын мой старший, он живет с матерью. Его зовут Султан. А как понять дела в заложники? Когда вам нельзя приезжать в страну, допустим, будешь делать шаг левый, шаг правый, будут такие-таки последствия. Люди же для детей все готовы сделать. С вами есть кто-то из близких людей? Или вы там абсолютно один? Я сейчас абсолютно один. И вчера ночью здесь, в общем, была бригада, хотели меня похитить. Ну, на все воле Бога, я знаю точно. А больница, в которой вы сейчас находитесь, она как-то охраняется? Там безопасно находиться? Ну, как это, Европа, здесь такой прям охраны нет. Просто ночью нужно спать чуть-чуть. А что именно произошло минувшей ночью? Я ночью, значит, пошел покурить. А на территории больницы нельзя курить. Нужно на улице. Там какая-то машина подъехала. И там 4 человека, я их увидел издалека, они в кустах, в общем, легли. И только приятно, и я убежал. Ну, вот, как вы считаете, мама ваша все эти шаги предпринимает с какой целью? У моей мамы... У моей матери... Слышно? Да. Слышно? Да-да. У моей матери цель одна – сесть в кресло президента Республики Казахстана. А вы этому как-то мешаете? Мое существование этого мешает. Потому что дед всегда... Султан, вы хотели бы еще что-то добавить? Я говорю, единственное, было бы неплохо перед смертью с дедом увидеться. Почему у вас такие мысли перед смертью? Ну, потому что... Я с моей матери, я мешаю. Когда вы последний раз виделись со своей семьей? Всей? Я имею в виду, нет, я имею в виду вашу супругу, Султана. Султана я видел очень давно. Супругу пару раз я сегодня не видел. И... Всю семью я видел на прошлый Новый год. Выходит, этот Новый год вы встретили в больнице? Нет, нет. Нет, в больнице только сегодня приехал я. Здесь просто обстановка обострилась, и мне пришлось сюда приехать. И еще я врать не буду. Помимо этого, у меня и срыв произошел наркотический, помимо этих проблем. И... Ну, наркотики, это на самом деле, я попозже расскажу вообще, почему я их употреблял. Это все долгая история еще. Это нужно будет небольшое интервью давать. Это... Не знаю. Получается, вы добровольно сами, то есть вас силой никто не госпитализировал? Нет, нет, нет силы никто не госпитализировал. Я сам приехал сюда. Я говорю, верю, что все будет хорошо. Как Бог решит, так все будет. Хорошо у меня. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok